Музыка Напоролась у Прямякова, точнее за Прямяковым, уже ближе в сторону Ескина, на Кабана. Причем, по ходу дела, на папу Кабана. Но так как нас разделяло метров пять, наверное, по ходу дела мой звук велик, я его спугнула, он воду там пил. Но я как-то прифигела и немножко стрёмно было. Короче, я хотела по кругу проехать, но так как я не знаю, куда он там хотел идти и вообще откуда он там взялся. Но судя по тому, что тут у нас стреляют, наверное, уже несколько дней, так это сезон охоты, может, открылся, или это браконьеры, или опять же охотники, хз. Короче, учитывая, что мне потом попалась еще машина, ну, внешность я не очень запомнила, точнее, из-за солнца не разглядела. Дядя Толя вчера спрашивала, я так поняла, что какой-то там его знакомый, возможно, ставит вошелаивать и пчел в домике. На деревьях, короче, там вроде два человека ехало в машине в легковушке, и я не знаю, если они за этим кабаном ехали, то можно потом будет безопасно ездить. А если не за кабаном, в общем, надо будет у родственника спрашивать и выслушивать, что я опять в какие-то... Ну, в общем, я однажды уже практически напоролась на кабанов, но в силу зрения плохого не сразу поняла, что это кабаны, а не собаки, или еще кто-то. Это еще при бабушке была такая бабушка с родственником, где мне шили, может, лет 10 назад. У меня еще тогда был Nokia 3310. Билайновский все тот же, но только вот именно самый первый телефон. 2005 точно год, может, 2006. Ну, и, короче говоря, в общем, я хотела чуть подальше проехать, но так не знаю, что ли он на дорогу выскочит, а я как-то с кабанами дела ни разу не имела, я не знаю, что от них ожидать. Тем более от кабанов пап. Да, и думаю, что на велике мы бы с ним не свалили. Пришлось развернуться. Ну, а как я остановила велик, спросила, кто это довольно громко. Ну, я думала, что может человек, но по силуэту это было похоже больше на кабана, чем на человека. И даже не похоже на лося, и по движениям понятно было, что, ну, допустим, лось бы так не попрыгал. Медведь уж точно, хотя медведю, я думаю, если бы он там был, мне бы сказали родственники сразу, что по круговой не ездить. Я знаю, что он где-то там ошивался в одном месте, в которое я уже несколько лет не могу слетить, именно потому, что там ошивается этот медведь, черт бы его драл. Ну, может, уже не ошивается. Было два медведя, стал один медведь, сейчас не знаю, сколько. В общем, вот внезапно кабан. Хотя я вот ездила вчера, вот еще на теть Валину поролась, она мне начала паушам ездить, как обычно. Ей, по-моему, без разницы, как бы ездить. Я ей сколько, я заметила, с ней не общаешься, вот часто общаешься, резко общаешься. Одинаковый эффект. Я раньше думала, что она любит поговорить, потому что ей не с кем. Если к ней часто приезжать, то она будет меньше, балкливая. Но как-то вот, и она начала по ушам ездить. Я уже поздно ехала. Ну, не то, что поздно, но уже где-то около восьми. И в одном месте остановилась, у меня что-то забибикал телефон, сеть типа словилась. И оказалось, что, в общем, как раз вот после того, как я вышла, я вчера съездила, какое-то животное, ну, я замерла, там какое-то животное шевелилось. Вообще, слышно было, но не так вот, чтобы сильно. Так что, не думаю, что, может, этот кабан все-таки пришел откуда-то, потому что его выгнали. Типа охотники те же. А потом у меня пробежала маленькая такая ящерка, я хотела ее заснять для товарища. Ну, пока телефон выгружал приложение камеры, ящерка уфинтюрила. Так вот, блин, такие предпоследнего дня покатушки. Быть и я тут. Ну, я сюда, конечно, еще потом вернусь, но вот на начало августа у меня тут предпоследний день.